Здравствуйте! В эфире программа «Этим вечером» и я, Ангелина Рязанцева. Сегодня у нас в гостях Григорий Грищенко, руководитель образовательного проекта «Зона Газона». Привет, Гриш! Привет! Я думаю, что ты человек очень любознательный. И так родился этот проект? Это твоя личная потребность в новых знаниях? Ну, с какой-то стороны можно сказать и так, но большая, наверное, причина создания проекта была в том, чтобы разнообразить досуг молодежи города. Потому как досуг сейчас в большей мере понимают как какая-то тусовка, какой-то клуб, прогулка и так далее. Но досуг, он же может быть и полезным. И вот как раз-таки мы в рамках проекта «Зона Газона» предлагаем полезный досуг, где молодой человек может прийти не только провести время со своими близкими, с друзьями, он может чему-то научиться новому, он может с кем-то пообщаться, подружиться. И это общение потом выльется во что-то интересное. Может быть, в какой-то отдельный проект, может быть, в какое-то мероприятие, в какую-то полезную дружбу. У нас были такие примеры, когда после уже пикников к нам подходили люди и говорили, вот здорово, мы вот с этим предпринимателем теперь будем делать бизнес. Или мы вот с этим психологом создадим какой-то марафон помощи студентам в трудной жизненной ситуации. Это здорово. А все-таки что-то личное в этом месте? Личное – изменить что-то в этом городе. Потому как, конечно, не было цели сделать какое-то имя себе на этом. Потому что, ну зачем, имя уже было какое-то, потому что общественной деятельностью давно занимаешься. А сделать некий курский бренд. Вот мне, например, в конечном итоге хочется, чтобы в одном ряду с курским Соловьем и Антоновкой стояла зона газона, как пример успешного досуга для людей. Не только для молодежи, потому как к нам ходят и молодые семьи, и взрослые люди, и дети. Поэтому вот такой же бренд курский, как и все остальные наши бренды. А сам формат, как он родился? Сам формат родился из понимания чего-то неформального и свободного. Все привыкли получать какие-то знания в УЗИ или с УЗИ, где есть определенные рамки, где у тебя есть академическая пара, и как бы и все. А зона газона – это тот формат, где по времени он никак не ограничен. Плюс здесь есть прямое общение со спикером. Здесь не нужно поднимать руку, чтобы задать какой-то вопрос. Здесь не нужно чего-то бояться или стесняться. Спикер – твой друг, твой товарищ, твой наставник, и ты с ним можешь взаимодействовать на равных. И я считаю, что это уникально, потому что нигде ты не можешь как-то вот так вот пообщаться интересно и еще что-то с собой унести. А тут как бы зона газона предоставляет тебе такую возможность. И формат такой свободный. Ты сидишь на пледе, тебя обдувает легкий ветерок, светит солнышко. И все как бы общаются, дружат. Ну, это создает уют. Когда мне уютно, значит, мне свободно, комфортно, меня ничего не смущает. И знания сами собой усваиваются, не нужно что-то… Да, да. На свежем воздухе, кстати, психологи доказали, что знания усваиваются лучше. И пища, и знания, и общение, и все это протекает более легко, нежели мы в помещении в каких-то рамках, и что-то нас смущает. А был страх, что не захотят учиться, не будут ходить? Такой страх был изначально, когда мы запускали только проект. Открытие было у нас 29 мая 2017 года. И я предполагал, что будет на открытии человек 60, это максимум. Почему такой страх был? Во-первых, мы никогда не используем административный ресурс. Мы никогда не пишем письма на вузы или на СУЗы, просьбы нам привезти студентов. Мы таким не занимаемся. Значит, реклама протекает только в нашей группе ВКонтакте, в аккаунте, в Инстаграме. Ну и благодаря вам, средствам массовой информации, тоже где-то о нас какой-то пристрелиз запустят. И за это большое спасибо. Все. И поэтому был такой страх, что люди элементарно не поймут, как это и что это. До сих пор люди не понимают, как это можно прийти на зону газона, взять плед, постелить и сесть на траву. В смысле? Как? То есть это до сих пор мы еще с этим боремся. И говорим о том, что это нормально, это в порядке вещей. Около Эйфелевой башни люди так обедают, завтракают, читают книги, спят, отдыхают целыми днями. А у нас это всего лишь небольшое количество времени, где можно провести свой досуг именно так. Но потом этот страх стал ломаться, потому что проект стал интересен. И люди начали сами предлагать какие-то новые формы, новые темы. И поэтому уже как-то особого страха нет. Когда ты продумывал формат проекта, ты ориентировался на другие какие-то аналогичные? Бывал в других регионах? Мы брали ориентир с города Петербург и с Воронежа. Там подобные проекты проходили, но, например, насколько я знаю, сейчас в Воронеже не проходят подобные проекты. Он там назывался «Свежая лекция». И смысл был такой же. Это были открытые лекции на свежем воздухе. И плюс проект «Трава» в городе Санкт-Петербург. Но данный проект, он коммерческий и носил только коммерческий характер. Наш же формат задумывался тоже сначала как уютные маленькие лекции. Но после того, как мы сделали открытие, а у нас оно было масштабное, с выступлением кавер-группы, с розыгрышами подарков, сразу много площадок, мы уже не могли сделать что-то маленькое камерное. Уже у людей появился запрос, что я приду на зону газона, и я там много чему обучусь. Я не приду туда на одну тему или на одну лекцию. И поэтому нам пришлось, просто пришлось делать постоянно массовый пикник. Иначе бы нас люди не поняли. Поэтому у нас всегда масса людей, поэтому всегда много тем, несколько сразу. И часто бывает такое, что люди пишут «Вот, что вы с нами делаете?» Мы хотим разорваться, мы хотим пойти и на актерское, и на психологию. Мы хотим пойти на хип-хоп. И здесь кулинарный мастер-класс. Типа, как там быть вообще? И все такое. Но как-то мы стараемся подобрать интересные темы в нужный день, в нужный момент. Поэтому, в принципе, все хорошо получается. Темы разные затрагиваются, спикеры разные. Лично тебя что цепляло? Вот такое вот запомнилось самое яркое. Ну, если переходить на личности, то я бы отметил выступление Сергея Малихова, молодого курского режиссера, актера курского драмтеатра. У него как раз-таки была камерная лекция на улице. Было на ней порядка 50 людей, и очень был интересный материал. То есть изначально, когда я говорил, что тема творчества, я думал, что будет больше именно творческое выступление. Но оказалось, была творческая мотивация. Как быть успешным в творческой профессии, как не сдаваться. И Сергей тоже рассказал о трудности актеров, о том, как это все сложно. Как сложно учить тексты, как сложно работать со зрителем, как сложно перевоплощаться, и как сложно потом определиться, что в жизни ты Сергей Малихов, а на сцене ты Дариан Грей. И все это как бы разные вещи. Вот это был интересный материал. Также был интересный материал от Вероники Лапшиной, преподавателя юридического факультета КГУ. Она проводила тему про уют и комфорт в парках. И мы также разрабатывали, это, кстати, проходило во время проектных мастерских, мы также разрабатывали правила в парке, правила нахождения в парке. Как там должно быть все устроено, кто должен следить за порядком, можно ли гулять по газонам, где выгуливать собак. И вот эти все вопросы она тоже все прописывала. И интересное было то, что сама молодежь, люди, которые присутствовали на лекции, они сами разрабатывали эти инициативы, они сами выступали, говорили о том, что мы предлагаем вот этот путь, кто-то спорил и так далее. Вот это было интересно. Но это если вот вскользь самые яркие такие выступления. Вот очень часто мотивация, да, вот мотивирующие какие-то речи, лично тебе. Вот я все время спрашиваю о том, что ты думаешь и чувствуешь, потому что мне легче это говорить о себе. Скажи, вот ты выходишь из таких лекций, с каким ощущением? Есть вдохновение от таких людей? Вдохновение есть. И самое интересное, что большинство, конечно, материала, которые нам говорят, мы о нем уже знаем. Просто каждый раз разная подача, мы смотрим на это по-другому. И иногда ты думаешь, вот говорит вроде о простых, понятных вещах, но говорит по-другому, и ты уже смотришь по-другому на ситуацию. Что касается той же Тины Канделаки, или что касается любого рядового курского психолога. Мы все знаем, что нужно ставить себе цель, мы все знаем, что нужно к ней идти. Но как это делать? Это большой вопрос. А иногда просто импульс нужен, толчок какой-то. Иногда нужен какой-то толчок, иногда нужен подробный рецепт. Очень круто сказать, что нужно добивать своих целей, да, как Тони Робинс там со сцены. Нужно идти вперед, ничего не бойся. А как это делать молодому человеку или молодой девушке? Непонятно. Что нужно читать, что нужно смотреть, куда нужно ходить, с кем нужно дружить, с кем нужно общаться. Здесь очень много вопросов возникает у людей. К сожалению, этому не обучают вузах или СУЗах. У тебя есть какой-то кумир, жизненный ориентир? Ну, мне кажется, это президент Российской Федерации, Владимир Путин, потому что в свое время я читал книгу про него, где у него тоже начинался так интересный путь, где он был обыкновенным питерским мальчишкой, ленинградским в то время. И что мне понравилось, то, что когда человек поднимался на какой-то новый уровень, он всех друзей своих собирал вокруг себя, он всех их подтягивал, потому что тут все это должное, дружба играет важную роль. И вот люди, которые сейчас со мной близко, я тоже им хочу всегда выразить благодарность, когда есть у меня какая-то возможность мою команду отправить на какой-то форум, на какое-то мероприятие, кого-то где-то наградить, поощрить, я это делаю с удовольствием. Я понимаю, как для них это важно, потому что мы все вместе работаем, и не получается, что каждый работает по отдельности. Мы все-таки одна семья, один коллектив. Если бы произошло чудо, и вот Владимир Путин явился на зону газона, что бы ты у него спросил? Во-первых, нужно обеспечить дежурство кареты скорой помощи для меня, для команды. Я бы у него спросил, я даже не знаю, что бы, я бы ему сказал бы большое спасибо, что вы приехали. Или вообще растерялся бы и сказал бы, ну мне нечего сказать, можно я просто на вас посмотрю, а вы разговариваете с людьми. Нет, конечно, я бы спросил о развитии, наверное, молодежи. Как молодежи в регионах становиться успешным? Понятное дело, что иногда у нас возникает такая амбиция, что сейчас я закончу вуз и уеду учиться в Москву. Но в Москве, простите, таких студентов и молодых, и активных достаточно. И туда едут не только из Курской области, но и из других регионов, из других стран даже. Поэтому я бы, наверное, придумал бы какой-то интересный проект, который бы не позволил молодежи из регионов уезжать куда-то. Потому что очень иногда становится обидно, когда действительно талантливый человек, дизайнер, художник, юрист уезжает в Москву, потому что говорит, что я здесь не нашел себе применения. Может быть, это и хорошо, может быть, у него уже другой уровень, может быть, он в Курске всего добился. А для Курска плохо. А для Курска плохо, а может быть, человек просто не попробовал чего-то большего и сдался просто, и уехал, подумал, что там будет лучше. Расскажи, как заманиваете спикеров? Может быть, какие-то креативные подходы приходилось применять? Во-первых, сейчас у Зоны Газона наступил тот момент, когда спикеры пишут нам сами. И сейчас у нас очередь из более чем 20 спикеров, которые говорят, мы хотим выступить у вас, пожалуйста, давайте что-нибудь придумаем. И, понятное дело, я не могу людям отказывать. Мы можем отказать человеку, который некомпетентен в своей теме, который называет себя каким-то специалистом, по факту он не является специалистом. Ну, например, девочка, которая закончила факультет психологии 5 лет назад и все это время сидела дома. Мы работаем только с профессионалами, с практикующими специалистами, которые постоянно на практике свои знания доказывают, чего-то добиваются и так далее. И люди соглашаются под чему? Потому что необычный формат. Люди соглашаются, потому что это молодежь, и потому что это молодежь не согнанная откуда-то. Молодежь сама по себе, по своей воле пришла. Молодежь сама сказала эту тему, что нам будет интересно, давайте поработаем. Что касается креатива, то здесь мы иногда можем придумать со спикером какой-то интересный интерактив в плане, что он будет делать на своем мастер-классе. Это какое-то выступление, интервью с участниками, это может быть какой-то подарок, это может быть какая-то сценка, которую здесь и сейчас придумают гости. Вот если только вот в этом плане. Это вот сейчас спикеры охотно так в очередь становятся, а когда начинали и про вас еще не говорили? Когда начинали, открывал ВКонтакте, список друзей и пошел по всем. Там психологов начал искать, дизайнеров, художников, хореографов, актеров и вот как-то что-то. Позвал одного человека, он у себя на странице рассказал, что есть такой проект, нам уже пишут другие. То есть и вот так вот процессом такого сарафанного радио и получилось развитие. И получилось, наверное, так, что сейчас нам пишут много людей и просят, давайте что-нибудь придумаем вместе, давайте выступим. Особенно в этом году. Вот, не знаю, мне кажется, ленивый нам не написал, давайте что-нибудь совместное проведем. Пишут все. Конечно, мне кажется, что это хорошо. Недавно на зоне газона был даже Роман Владимирович Старовой. Как удалось привлечь внимание главы региона? Мне кажется, что инициатива была, наверное, с его стороны, по большей части. Потому что он узнал, что есть такой проект. Он узнал, что этот проект не является каким-то структурным подразделением какого-то комитета или какой-то организации. Это так называемый голос молодежи. Молодежь сама предложила, молодежь сама работает, молодежь ничего ни у кого не просит. Дайте нам только разрешение проводить это в парках. И для него был интересен формат, потому что на той встрече присутствовали ребята, которые в определенной сфере жизнедеятельности добились каких-то успехов. Молодые предприниматели, молодые ученые, творческие студенты, которые, не знаю, выступают на российской студенческой весне и добиваются каких-то успехов на всероссийском уровне. И, конечно, та встреча получилась не то, чтобы вопрос-ответ. Во-первых, каждый молодой человек презентовал немножко свою деятельность, чем он занимается. И высказал предложения, которые могут быть совместно реализованы с администрацией Курской области. Поэтому мне кажется, что его это вдохновило и зацепило его мысль на том, что молодежь сама хочет развиваться. Мне не нужно приходить к ним и говорить «давайте». Молодежь сама мне дает, поэтому я должен их сейчас поддержать. И в этот день как раз-таки нам стало известно, что ряд именитых спикеров посетит наш проект в качестве выступающих. Я предлагаю посмотреть сюжет о том, как Роман Владимирович с вами общался на зоне газона и покажем ему телезрителя. Встреча получилась неформальной. Такой тон задал сам глава региона. А почему бы и не вспомнить свои студенческие годы? В вашем возрасте каждый день праздник у нас, по крайней мере, был. Не считая коротких дней сдачи сессии, хотя их тоже можно весело проходить, эти периоды жизни. Впрочем, молодежь была настроена на серьезный тон дискуссии. Сразу задали вопрос о поддержке малого бизнеса. Роман Старовойт вспомнил о своем опыте в этой сфере. Начинал с цветочного магазина, затем была строительная компания. Поэтому сейчас проще общаться с инвесторами. Мы говорим на одном языке, а иногда мои коллеги, сотрудники администрации, они всю жизнь были чиновниками, они не понимают, о чем идет речь. И я их просто иногда в жесткой форме пресекаю. Нету понимания, глубинные проблемы. От бизнеса быстро перешли к творчеству. Романа Старовойта попросили поучаствовать в возрождении таких фестивалей, как Боевка, Фест и Рок под Курском. Давайте мы подключимся, может, со спонсорами поработаем. И организационно, может быть, мы плечо подставим. Откровенный диалог длился более часа. Около десятка вопросов и развернутые ответы. Главное, подчеркнул Роман Старовойт, мыслить в одном ключе. Тогда любые свершения будут под силу. Если таких, как мы, я себя к вашей группе или к активу области абсолютно спокойно могу, надеюсь, причислять. Если таких, как мы, будет все больше и больше, то у нас реально будут изменения в области, реально будут изменения в областном центре. Теперь, когда у вас будут еще более звездные спикеры, это же и ответственности больше, и сложнее организация, да? Потому что у этих людей другой запрос. Они выступали на крупных площадках, они выступали на всероссийских площадках, и всероссийское телевидение брало у них интервью, и аудитория была, возможно, какая-то другая, да? Поэтому, конечно же, мы готовимся максимально, мы переживаем, и мы хотим, чтобы Курск был на уровне представлен, чтобы не сказали, что вот, что это такое, зачем нас сюда позвали и так далее. Поэтому мы стараемся сделать все, что от нас зависит, и стараемся сделать эти встречи очень уютными для самих гостей. Даже амфитеатр сами своими силами оборудовали. Это нужно отдать должное Светлане Бондаревой, да, которая предложила эту идею. И проект родился, и своими руками действительно многие говорят, что вот, ничего необычного в этом амфитеатре нет, ну и что это, это даже не амфитеатр. Ну, слушайте, ну попробуйте сделать что-нибудь подобное сами. Без финансирования? Без финансирования, без какой-то поддержки большой, ребята сами действительно сколотили это все своими руками. Приходили волонтеры, которые там чуть ли не ночевали, они красили эти поддоны, они их обшивали, они шили эти подушки на заказ, создавали общую концепцию этого помещения. Поэтому, ну мне кажется, что это стоит похвалы, потому что это здорово и... Это с душой, вот что важно. С душой, да. То есть никто не заставлял этих ребят что-то делать. У них родилась идея, и они и заболели. Я думаю, что это не последний арт-объект, подобный в нашем городе. И до 2032 года еще один арт порадует наших жителей. И запрос у молодежи появился, что и зимой мы тоже хотим приходить на такие лекции, и зимой мы тоже хотим развиваться, мы не хотим сидеть дома или гулять по торговым центрам. И нам так же... А на зимнее время по-прежнему зона газона как-то неактуально получается? Ну, мы стараемся как-то озеленить эту аудиторию, но придумывать другое название не хочется. Пусть все-таки будет это под этим брендом. Поэтому, да, зона газона, и она зимой тоже актуальна. Зимой мне даже чем нравится больше, тем, что это как-то больше уютно. Ты такой сидишь, у тебя в стакане какао, все сидят на таких теплых подушках, все в огоньках, красиво. Ну, как-то радуется глаз. То есть летом как-то больше это похоже на большой фестиваль, а здесь что-то на камерную, какую-то семейную уютную посиделку. Часто ездишь на какие-то мероприятия в другие регионы? Вот я знаю, что ты на фестиваль ВКонтакте выезжал. Да, в городе Санкт-Петербург с 20 по 21 июля проходил фестиваль ВКонтакте. Проходил он в этом году уже в пятый раз. И, конечно, это очень масштабное мероприятие. Я не могу даже ни с чем сравнить, что я в жизни видел. Ну, конечно, тут стоит, да, можно оправдать это, потому что социальная сеть ВКонтакте самая популярная в мире и в России. И реклама проходила там, и аудитория целевает молодежь. И поэтому мы, конечно же, берем оттуда пример. И очень было мне приятно в том, что в этом году нас сравнили даже с ВК-фестом, когда мы открывали сезон в этом году. Сказали, что мини-ВК-фест по-курски. Мне так это было приятно. Ну, ничего себе. Наверное, на таких мероприятиях уже не получается быть просто посетителем, да? Все равно думаешь о том, так вот это можно использовать. Вот с этим человеком надо попробовать подружиться, зазвать к себе. Есть такое? Есть такое, и у меня это давно. Я по первому образованию режиссер-постановщик культурно-массовых мероприятий. И когда ты приходишь на какую-то постановку, на какой-то концерт, на какое-то мероприятие, ты не смотришь это как Гриша Грищенко, который просто зритель, пришел сюда отдохнуть. Ты смотришь это как человек уже с какими-то знаниями, и ты думаешь, ага, значит, вот тут у них ошибка. Значит, ведущие говорят неправильно, значит, вот это правило нарушено, или вот это хороший прием режиссерский. И ты вот так вот расценишь. То же самое у тебя было на ВК-фесте, когда ты думал, что так, вот эта площадка здесь зачем? Что вот организаторы хотели сказать? Что они хотели предположить? Что они хотели сделать с людьми и так далее? Да, но по большей части ты был впервые на этом событии. Ты, конечно же, сначала с большими глазами, что это такое? Вау, круто, надо все попробовать. Ну вот как-то так. Зона газона не может оставаться на месте, она все время меняется. Как дальше будет развиваться? В этом году из-под крыла, так скажем, зона газона вырастают другие проекты. Это очень серьезный шаг, потому что мы не стоим на месте, и нам хочется в чем-то дальнейшем видеть свое развитие. Например, в начале этого года мы запустили региональную проектную мастерскую «Цех». Ее цель в обучении молодых людей из муниципальных районов Курской области основным социального проектирования. Проекты, которые ребята придумывали, они получили какую-то реализацию? Они сейчас подданы, насколько мне известно, на грантовые конкурсы в рамках «Добровольцы России-2019». Плюс ребята уже начали реализацию у себя на местах. Конечно, и помогает в этом местные школы, местная администрация, и это очень здорово. Ну, а, например, что это за проект? Ну, например, проект в городе Фатеш, который предназначен для проведения фестиваля молодых семей. Вот он родился на обучении на этом, и сейчас он реализуется. Помимо этого, еще второй серьезный проект – это арт-пространство, которое будет создано в центре города, на Ленина-15. Мы выступили с инициативой, чтобы в городе Курске появилось молодежное, независимое, открытое от пространства, куда может прийти любой молодой человек провести свое мероприятие, мастер-класс, какую-то лекцию, где могут собираться художники, дизайнеры, фотографы, обсуждать какие-то творческие проекты. Это будет на Ленина-15, вот где сейчас рисуется эта граффити знаменитая, которая все соцсети облетает, на третьем этаже. Мы выступили с инициативой перед депутатами Курского городского собрания, и они нас поддержали. Такой зоногазон, зимний вариант площадки появится. Да, зимняя резиденция, если можно так сказать, но не только зоногазон. То есть мы в гости ждем туда абсолютно всех, абсолютно все молодежные организации, проекты, нам будет очень приятно. Плюс еще один так называемый проект – это «Зеленые агенты». Это волонтерский отряд проекта «Зона газона». Волонтерский отряд, который не только помогает организовать сам процесс образовательного пикника, но и выступает организаторами на других молодежных площадках, заботится о ландшафте наших парков, об озеленении наших парков, о том, чтобы все на пикниках «Зона газона» проходило хорошо и комфортно. Спасибо за беседу, очень было увлекательно. Я желаю вашему проекту процветания, мы всегда рады к вам приехать, нам и самим интересно. Это уже не работа, это просто провести приятное время и состояние души. Ангелина, я хочу лично вам и вашей съемочной группе вот такой вот наш мерч «Зона газона». Спасибо, очень приятно. Носите на руке, на груди и на холодильнике, и пусть у вас всегда будет зеленое, светлое настроение радостного, позитивного человека. Спасибо. Спасибо, всегда кусочек лета теперь будет. До свидания. До свидания. На этом мы с вами прощаемся. До встречи на телеканале «СЕЙМ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова